Эти именитые музыканты играют на рогах – прототипах охотничьих труп. В колонном зале бывшего дворца графа Разумовского в Петербурге такая музыка звучала более 200 лет назад. После 100-летнего забытия коллектив «Русская роговая капелла» возродил эту традицию. Чтобы издавать чистые звуки, нужна не только хорошая техника, важно и внутреннее состояние исполнителя. «Нам нельзя уподобляться то, что в русских народных сказках изображают отрицательные герои. Они выдувают из себя соловьи-разбойники, кикиморы. Вот этого нельзя делать. А противоположно этому – это колокол. Вот создать внутри себя колокол и держать свою ноту». Роговая музыка была изобретена в 18 веке маришем – дирижером гофмаршала Семёна Нарышкина, директора придворных театров. И состоял первый оркестр из четырёх охотничьих рогов – Валторн. Позднее музыка стала популярной. К примеру, уже в 19 веке личный роговой оркестр императора Александра I имел более 300 рогов. Но в начале 20 века интерес к этому явлению полностью угас. В 2001 году музыкант Сергей Песчанский делает попытку возрождения. Он исследует музейные экспонаты, сохранившиеся документы, обращается к специалистам. «На заводе музыкальных инструментов мне так и сказали, что ничего не получается, ничего не понимаем. Но я тогда послушал, посмеялся и думаю, ну уж такой примитивный инструмент можно и самим создать». Первый инструмент создатель русской роговой капеллы выполнил из бумаги. С его формой Сергей Песчанский тоже экспериментировал. В результате историческую конструкцию рога с загнутым концом заменили напрямую для простоты в изготовлении. Затем коллекция была усовершенствована. И сейчас в арсенале коллектива около 90 медных рогов. Каждый рок издаёт только одну ноту. «У нас есть такие произведения, где происходит даже играть шесть нот. Сегодня в концерте будет до пяти рожков. Мы расписываем партитуру специально так, комбинируя рожки, чтобы каждый музыкант успевал играть несколько нот». Репертуар у музыкантов разнообразный. Это фанфарная, духовная музыка и даже оперы. На концерт пришли и постоянные поклонники роговой музыки, и те, кто ничего подобного не слышал. «Я впервые слышала такую роговую музыку, и она мне очень впечатлила. И я подумала, что, в принципе, на пленэре, действительно, на воздухе она просто бы божественно звучала. Но мне очень понравилось, особенно в сопровождении голоса или трубы». «Прекрасные впечатления. Я это всё вижу в Выборгском замке. Во время концерта так примерялось к нашим экстерьерам, интерьерам. И там, и там это будет, конечно, замечательно и естественно». Коллектив «Русская роговая капелла» дал уже более 700 концертов. За 10 лет существования коллектива музыканты побывали в 16 странах. В прошлом году они ездили по приглашению Папы Римского в Ватикан. NTD. Санкт-Петербург. Россия.